Всем привет. Недавно я вложил ролик о полезные начинания. Качество звука было не очень, как говорится, хорошее. И, естественно, многим пользователям это не понравилось. Вот видите, 10 дизлайков выставлено. Но сама проблема, которая была затронута в данном ролике, она очень важная. Мне, значит, Василий написал ответ и выслал свой вариант видеоролика. Вот на данный момент его уже посмотрело 118 пользователей. И, как видите, здесь качества звука особых придирок не было. И самое интересное, что, значит, Василий является индивидуальным предпринимателем. Живет в России, в Омской области, насколько я понимаю. Занимается добрым и полезным делом. Значит, помогает устанавливать операционную систему Linux в детских садах, школах. Значит, и у него очень многое, что получается. Но то, что не получается, вот в этом видеоролике, он, значит, обобщил двух словах, значит, помочь ему с нахождением драйверов для старых принтеров и сканеров. И второе, помочь ему с запуском программ, которые были записаны на CD и DVD диски, и которые запускаются только из-под винды. Ему бы хотелось, чтобы они спокойно также стартовали, запускались с Linux и выполняли все те же функции, что возможно на винде. Так что, вот, кто чем сможет помочь, пожалуйста. Плюс под видеоуроком я написал данные Василия, значит, вот его Skype искать по Омской области, и вот его мыло или, так сказать, e-mail. Ну, можете скопировать, прямо ему написать, потому что у человека очень хороший опыт, как индивидуального предпринимателя. То есть, человек занимается этим делом уже не понаслышке, знает много тонкостей, и если кто-то желает заняться распространением Linux, то я считаю, что это бы способствовало продвижению Linux в широкие массы. Вот, в частности, у меня на сайте появилась такая вот запись, ну, из России, понятно, значит, вот, что человек хочет, как начинающий пользователь принять участие по распространению Linux. Ну, здесь я ему, как говорится, ответил, что, пожалуйста, вот, посмотрите вот этот видеоролик. А под роликом, значит, его есть, значит, Skype и мыло Василия. Ну, мылом в простаречье называют также еще электронную почту. Вот таким вот образом. Поэтому дело я это считаю очень и очень полезным. Значит, ну, не всегда, как говорится, получается, связь по Skype и, значит, очень такая устойчивая и хорошее качество звука, поэтому тут уже, как говорится, не вините. Ну, кому что надо, значит, все равно тот все это дело услышит. Так что, вот, пожалуйста, значит, краткие мои комментарии по этим двум видеороликам. Видеоролик Василия я рекомендую всем посмотреть, потому что здесь он с хорошим качеством звука подробно объясняет свои проблемы, свои достижения. А получиться, я думаю, у него есть многое чему. И плюс человек нашел практическое применение Linux. На данный момент в России практически это широчайшее поле деятельности. Он прямо так и сказал, иди в любую школу, иди в любой сад, или в любое учреждение, и работа у тебя будет непочатый край. Значит, ну, по всем, как говорится, нюансам можете обращаться к нему. Я думаю, что, значит, с администратором сайта мы сделаем специальную такую закладочку, вот, скорее всего, где-нибудь здесь будет, который так и будет называться, допустим, там, предпринимателем, там, или еще какое-нибудь название такое придумаем, но где люди смогут также общаться уже на конкретную тему, обсуждать конкретную тематику. Ну, значит, ну, и, собственно говоря, я и не ожидал, что столько много людей, там, по моим, там, урокам учились. Но я это уже не первый раз слышу. Мне это, конечно, приятно как автору. Ну, собственно говоря, я никогда особенно тут не заносился. Я, как говорится, ну, если, так сказать, уроки понятны, ну, и хорошо, и слава Богу. Вот, ну, если там где-то что-то там не так говорю, ну, тут уж меня извиняете. Вот, ну, ладно. Значит, также возникла идея создания. Как бы это правильно сказать-то? Давайте-ка мы посмотрим. Ну вот, допустим, те, кто прошел, надо сказать, школу сайта и приобрел определенные, значит, навыки, вот я пока их составляю еще, будет несколько уровней, там, базовые, там, нормальные, продвинутые. Эти люди могут получить сертификаты пользователя Linux на русском и на английском языках. Английский знать не обязательно, но, как говорится, если где-то захотите предъявить этот сертификат, он будет у вас, как говорится, предъявлен. Это, по крайней мере, прочитан. Вот, а так, значит, если у вас там будет, допустим, какой-нибудь там средний, там, или продвинутый уровень, то вы можете уже, так говорится, в учреждениях, там, показывать его, потому что вы будете грамотным пользователем юзером, который сможет уже, там, установить Linux, настроить, там, и так далее. Вот, значит, ну, все это будет, как говорится, делаться уже под эгидой сайта. Будет, значит, несколько человек ответственных, как говорится, за проверку и выдачу таких сертификатов. Ну, и думаю, что это будет, скажем так, и престижно, потому что человек, скажем так, не просто там, где-то там, что-то там, ему 2-3 книжки прочитал, а человек полностью прошел, скажем, базовую программу, там, или программу, значит, там, повышенной сложности, и так далее, по определенным разделам, по урокам на сайте, которые, значит, я давал, и как человек, допустим, освоящий все эти, скажем, программы и все эти, как говорится, наши там условия, он является грамотным пользователем и сможет, как говорится, уже уверенно ими пользоваться. Поэтому и с этой точки зрения, ну, даже для престижа, ну, многие захотят иметь такие сертификаты. Ну, скажем так, будет это, конечно, не бесплатно, потому что это будет отнимать у людей время на аттестацию и так далее, но, смею вас уверить, что и не будут они безумно дорогими. Будут по нормальным, как говорится, умеренным ценам, так что не волнуйтесь, я уж прослежу за этим, чтобы, как говорится, у людей не отнимали там последнюю копейку. Ну, и также, значит, вот инициатива Василия, который уже практически там доказал и показал, что он может, допустим, именно внедрять Linux в массы. Вот давайте посмотрим, вот здесь вот есть, как говорится, один источник, и можете кликнуть по ссылочке второй под его роликом. Вот это второй источник. То есть человек на практике доказал, что, значит, во-первых, он нашел очень хорошую нишу для людей. Это будет полезно, особенно для тех, кто ищет какой-то там дополнительный заработок. Вот. А, пожалуйста, вот у человека есть практический опыт. Вот. Он не Господь Бог, но, как говорится, тем, чем может, я думаю, что он поможет. В то же время, значит, там и ему нужно кое-где помочь, поэтому со всего мира, как говорится, с миру по нитке и голову рубаха. Вот. Попробуем помочь и Василию. А вообще, я считаю, что это очень хорошее дело, потому что это, во-первых, относится в плане образования, то есть целые там школы, там, садики. Дети там будут изучать Linux, работать на свободном программном обеспечении, не надо там, им будет никакие там ничего платить там за эти программы и так далее. Вот. И люди смогут нормально пользоваться компьютером. Поэтому, значит, вот, мое такое пожелание, что если, значит, кто-то же желает заняться такой деятельностью или кто-то уже ей занимается, я думаю, что со временем мы, значит, вот на сайте откроем специальный раздел и, значит, здесь люди смогут конкретно общаться. А так, я оставляю, в принципе, вот, как говорится, данные Василия, вот его скайпа и его мыла. Пишите ему. Человек он такой отзывчивый, нормальный. Думаю, что если не будете сильно там его глупыми вопросами занимать, а именно по делу что-то спрашивать, я думаю, что он с удовольствием ответит. Вот таким вот образом. Ну, ладно. Желаю всем, кто хочет поучаствовать в распространении Linux, значит, где угодно. Это относится не только к России. Вот. Ради Бога, обращаться, значит, на сайте. Я думаю, что со временем будет накоплен богатый опыт. И мы чем сможем, тем поможем. И плюс, вот, значит, нас натолкнула такая идея, что, да, действительно, нужно сделать специальную программу, пройдя которую, человек сможет или овладеет практическими навыками работы с Linux. Будет там несколько уровней, там сертификатов, ну, по крайней мере, значит, я думаю, что наши сертификаты оцениться будут. Вот. Так что, желаю вам всего доброго и до новых встреч. Продолжение следует...